алло александр здравствуйте да здравствуйте александр истомин беспокоит вас я представитель газпроминвест холдинга вы недавно прошли регистрацию на нашем сайте верно вроде газпромбанк еще раз написано газпромбанк газпромбанк инвестиция правильно да нет просто газпромбанк ну то есть это имеется ввиду что при поддержке дата все операции производятся при помощи газпромбанк понимаете пока не очень давайте вам объясню в структуре компании газпром да есть отдельное ответвление скажем тогда это газпром инвест холдинг это отдельный отдел скажем так сотрудников которые занимаются сопровождением клиентов инвесторов понимаете вот и все то есть я вам представляюсь конкретно как представитель данной структуры мне необходимо понимать вы при регистрации видеоролик либо описание немножко просматривали да немножко просматривал конкретно вам принцип работы ясен каким образом мы взаимодействуем вместе с вами и каким образом формируется ваш не очень не очень в целом ранее опыт финансовой отрасли имели или это первый раз я как такового не имел ну кое-что читал кое-что читать хорошо то есть основную специализацию компании газпром вы наверняка знаете это вам не нужно объяснять более детально объясню за счет чего формируется вам ваш доход мы формируем вам некий инвест портфель это совокупность активов которые имеются на бирже данная ситуация безусловно ваш инвест портфель включает себя акция компании газпром да акции нефтедобывающих компаний новотек так нефти роснефть лукойл так далее и также сырьевые фьючерсы фьючерс это контракт на разницу в стоимости сырья в данной ситуации это газ и нефть то есть вы на ежедневной основе будете получать фьючерс это контракт на разницу цена фьючерс это контракт на разницу в стоимости да интересный вариант ну давайте хорошо хорошо как инфьючер переводится на латин на английском то есть будущем то есть это контракт на разницу в цене который появился в китае да когда до сезона пора риса да люди заключали контракт это по стоимости которая есть еще до сезона его сбора понимаете а затем когда уже сезон сбора приходит то есть делается продажа поэтому и название данного скажем так действие называется фьючерс да то есть контракт на разницу в стоимости до сырья то есть инфьючер в будущем понимаете фиксируется цена сейчас продажа делается там спустя какой-то промежуток времени и вы зарабатываете разницу понимаете я просто не могу понять что вас удивило ну собственно говоря у меня удивило все например ну например то что вы спутали такой инструмент дерево фьючерс это дериватив и появился он не в китае он появился в северной америки да он фьючер но есть еще другой контракт так называемый и вы имеете ввиду да это все таки разные вещи ключей и стиль дешки это разные насколько я читал вы конкретно какими порталами пользуетесь для того чтобы чипать информацию там рбк инвестинг трейдинг и финвиз что ну пользуюсь просматривал рост бизнес консалтинг до инвиза но там же немножко другого плана информации так вообще взял даже не припомню где вовсе читал профильки а собственно какая разница это мне просто интересно исходя из вашего наречия вы довольно опытный человек то есть я так понимаю вы уже не не первый год даже варитесь в этой сфере деятельности ну скажем так я кое-что об этом знаю поскольку как-то принимать решение о том что будешь куда-то что-то вкладывать не имея хоть сколь-либо предметного понятия об этой сфере было бы наверное неразумно и второй момент один моих одноклассников он занял собственно благодаря того что на ушах сидит висит я и принимаю решение это делать с этими деньгами запасами некоторыми я с ним пересекают время от времени и он как-то распереживался в отношении моих денег инфляция живет то живет целевая трата коплю деньги на покупку квартиры и вот он мне не далее как на прошлой неделе плотно присел на ухо и попытался мне доказать что пока я накоплю ну я посмотрел на то какие темпы инфляции вынужден было согласиться до половину не половину но обоголодает и принял решение искать вот до стать того не кого-то то помог бы приумножить ну во первых что касается инфляции и накопление на квартиру то есть да действительно я с вами соглашусь я сам столкнулся с подобным да то есть даже то что вы отложили за год вы думаете что вы немножко ну как можно там ближе приблизились вас к вашей цели до цены выросли по факту вы остались на том же уровне да ну то есть и берите во внимание то что вы хотите вторичку приобретать или вы хотите новострой новострой ну то есть еще пол стоимости квартиры это будет ремонт да даже больше да вот а а что касается вашего друга поймите правильно сейчас очень много компаний на территории нашей с вами страны работают по так называемой стратегии пункции кто такой пункции понимаете пункции пиват пункции это итальянский маркетолог который придумал пирамидальную систему да поэтому мне кажется скорее всего если ваш друг усиленно пытается вас уговорить что-то сделать да он сам состоит в какой-то подобной структуре да человек который хотя бы раз там работал или работает долгий промежуток времени финансовой сферы да так или иначе с подобными структурами взаимодействует да я так мне кажется ваш друг попал просто под влияние да то есть он понимает что с вашего вклада он заработает денег вот поэтому он усиленно вам предлагает но это мое мнение я могу быть неправ но как показывает моя практика общение с клиентами с людьми как мы именно так вот это все происходит да то есть он вступил туда на первоначальном этапе просто с вас получит процента тем более вы ему рассказывали наверняка что у вас есть такая цель это покупка недвижимости то есть он понимает что это внушительный капитал именно поэтому он вас уговаривают да что вот там не неси деньги на вклад в банке и тому как думаете я думаю на самом деле все абсолютно не так мой одноклассник он в свое время заканчивал соответствующий вуз соответствующий факультет он имеет экономическое образование и в принципе он давно профессионально занимается он экономист в одной из компаний но постепенно но поскольку она раньше чем я это все дело просчитал он постепенно инвестировал сам какие-то излишки денег не пробухивал не таскала там по вкладам а он покупал он покупал те же microsoft те же apple чего когда они там были совсем дешевые и сейчас показывают вот последнее время то есть у него очень серьезно приподнялось его состояние и он не этим постоянно тыкает я свое время было такое дело я покупал квартира у меня было две квартиры и я их сдавал ну мне тут всякие разные товарищи их угрохали пришлось тратиться на новый ремонт что существенно уменьшила мой барыш мой профит и как-то вот хорошо инвестировать хорошо сидишь и не паришься никто тебя не угробит в отличие от банды саджиков я вас понял ну в общем смотрите что касается данного проекта это портфельная торговля то есть вы сформировали портфель получаете дивиденды то есть доходность чуть выше нежели там на вкладе в банке вот вот в принципе если вам простыми словами рассказать вот и все то есть у вас создал аккаунт вы производите пополнение вам отдельный отдел уже формирует инвест-портфель вы получаете ваши дивиденды вот и все ну стратегия может быть разная кто-то может сидеть на дивидендах кто-то может сидеть на чем-то еще я понимаю ну как-то там уже дело такое то есть вы говорите в основном заработок будет идти благодаря мудрым советам моего гуру во-первых немудрым советом во вторых сформированному у вас уже инвест-портфелю и в-третьих начало то есть от уже идет отопительный сезон до закон спроса предложения газа используется больше стоимость растет в плюс запуск северного потока 2 который влияет на подорожание газа и соответственно компания газпром получает больше прибыли ввиду этого стоимость растет вот и все это зависит от данных событий и зависит от соответственно той сумма которая у вас имеет который вы начали и количестве активов которые вы закупили вот и все я что-то плохо не понял вы говорите у меня портфель уже сформирован нет я не говорю что уже сформирован а говорил что будет сформирован как мы можем сформировать вам портфель если вы не минуты у вас капитала нет пока что на счету чтобы за счет чего-то вам формировать поэтому я слегка приподнялся в крест а вот так поэтому принципе я слышу вы человек грамотный довольно таки вы ориентируетесь вопросе принципе я вам не кажется абсолютно корректно информацию донес свою точку мнения вам также рассказал если вам подходит можем принципе приступить к работе я вам все покажу если нет то безусловно я вас не заставлю к работе то что я слышу по наречию что вам звонки поступали с разных компаний разные аналитики там рассказывали какие они крутые как они ваш капитал приумножат но на самом деле я так понимаю либо вы отказались от работы по этой причине либо получили негативно отрицательный результат вот и все нет я негативно отрицательный результат это вы имеете ввиду удалось ли кому-то меня развести нет я не говорю развести но я имею ввиду что вам предлагали услуги до различного характера то есть различные аналитики так далее да вот и все а как правило это люди которые не ориентируются в вопросе то есть это как школа бизнес молодости то есть воды больше чем вот и понимаете ну понятно да я одной вашей компании проходил регистрацию ну так чтоб вот прям кто-то присел мне плотно на уши и заставил бы меня ложится под какие-то голые ловечки такого конечно же не вы мне скажите как у вас интерес ну я думаю это риторический вопрос это процент от вашей прибыли но поскольку процент еще это вообще каком какая-то конкретная цифра то вопрос не риторический это три процента от заработанной суммы и во вторых приобретая акции компании газпром вы повышаете их ликвидность если повышается ликвидность растет доход я думаю вы это знаете вы серьезно сейчас это в смысле но это на на какую сумму мне надо нагромить набить мешки закрома и баулы акциями чтобы я свои своими приобретениями повысила реклита но я я не вы воспринимаете просто все на свой счет я имею ввиду чем больше людей будет приобретать пользоваться торговать на акциях госпрома тем лучше да соответственно вот этого мы получаем дивиденды свои но вот и все то есть вы воспринимаете вы говорите покупая акции вы под подымаете ликвидность я так себе представила сегодня объем сегодня на 14 миллиардов сегодня так и тут я вложу такой и подымаю объем на еще на 14 вы неправильно немножко подниму то есть то есть давайте от этого мы отойдем скажем так вы немножко неправильно поняли вы уже заходите немножко в гибрида но мне так кажется исходя из нашего с вами диалога что вы не преследуете цель работать от слова совсем вы преследуете цель скорее всего ознакомиться посмотреть сайт что вам предложат так далее да именно с этой целью вы оставляете ваши заявки да вот и все для меня это понятно там было еще на 3 5 минуте нашего с вами диалога то есть вы просто я так понимаю вы делаете обзоры на различные инвест продукты правильно нет вы неправильно понимаете ну собственно говоря прежде чем приступать к работе я должен ознакомиться с условиями наверное не много человек приступают не ознакомившись поэтому я вас и расспрашиваю зря вы упускаетесь какие-то фантазии в отношении того работать я буду ли не работать я буду принимать решение а сейчас я хочу поскольку с чего начинается наше с вами сотрудничество сотрудничество у нас начинается с того что я вам предлагаю самый минимальный тип счета наша организация которая стартует от суммы 9 700 то бишь это 130 долларов то есть мы посещаем ваш аккаунт я вам показываю полностью платформу как это выглядит показываю как вывод производится да предоставляю возможность рассказываю как вы будете поддерживать коммуникацию с компанией со мной лично далее мы с вами производим пополнение вы получаете документальное подтверждение того что вы клиент с такого то числа с какой-то суммы работаете вам формирует инвест портфель вы получаете дивиденды в первый же день там делаете снятие какой-то суммы да имеется ввиду прибыли то есть понятно что прибыль на данном этапе я вам не просчитаю то что это идет по сложному проценту доходности вот и если вам там спустя буквально там день-два совместной работы нравится формат работы нравится доходность и как с вами работают представители компании мы с вами далее продолжаем работать если нет у вас депозитарный формат счета то есть вы можете отказаться в любой момент от сотрудничества и полностью счет обналичить вот так ну давайте начнем с показа мы говорили покажите на платформу дело в том что я я я с радостью но вы вели при регистрации некорректную вашу электронную почту которая звучит как алтем две семерки собака gmail.com и еще заранее до звонка вам вам было отправлено туда письмо но к сожалению почта у вас некорректная да поэтому позвольте спросить где допущена ошибка так еще раз пол салфа до 2 семерки gmail.com до 1 семерка пропущен три семерки я понял вас хорошо так вы у компьютера находится правильно понимаю нет компьютера сейчас нету ну телефон не собственно говоря телефон отлично так сейчас вам тогда продублирую письмо секундочку на вашу линию вы сейчас туда не направить да 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 это ноутбуковская моя почта и она зайти сейчас туда она под там двухфактор она подвязана к телефону который не со мной давайте моя могу вам другую почту продиктовать сейчас подождите я гляну и нету ли у меня на этом о втором телефоне не заведена ли это пусть насколько помню это чисто ноутбуков нет к сожалению нету давайте вы подскажите когда вы сможете быть тогда у вашего ноутбука чтобы мы ну я собственно только покинул недавно дом это уже так серьезным вечерком до туда уже ближе к 9 и я работаю к 8 часам московского времени то есть могу вас там с промежутка с 11 до 8 в любой момент набрать да вот или просто я вам могу отправить сообщение вы войдете совсем ознакомиться ну а сейчас я никак не могу получить сообщение и войти и ознакомиться на другую почту вы можете отправить или вот только на ту продиктуете в такой в таком случае чтобы я понимал куда отправлять давайте мини латиницей без без дефисов пробелы без ничего м о о о о о о о о р кр-к буква как русская е т-с-т-с-т-с-т-с садовка пишется смай да мини муркинс получается собака джимая почта какой джима майку джима ил точка ком так отлично так сейчас отправлю вам сообщению вай у вас вай фай подключение или же мобильный интернет вай фай вай фай окей так отправил вам сообщение вот ждем если сейчас вам туда поступит сообщение тогда мы сделаем это вашим логином основным перезагружаю пканьчу нет смотрите подписано сообщение газпром инвест холдинг данному шву спам папа мини муркин да 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 все видно да вот и мы сейчас войдем непосредственно на сервера где будет вся работа производится что касается сотрудничества то есть как вы знаете все торговые операции производится на серверах нажимайте личный кабинет да нажал уже далее вам нужно пройти процедуру авторизация первое поле ваша электронка второе пароль перечень от 1 до 8 и нажимайте войти да вот второй раз уже попробуем не дает может она запрашивает у пользы которая тогда было вы мне подскажите вы мне подскажите вы пишете какую первую почту вторую ну вторую попробуйте еще раз вторую вот именно на которую вы письмо получили да я попробовал два раза не пустая попробуйте еще раз ну то есть пароль один два три четыре пять шесть семь восемь ну есть точно ошибки попробуйте еще раз внимательно напишите мини-моркет довольно забавная почта имеется ввиду название вижу вы вошли хорошо в принципе вам что графики показывают объяснять не нужно мы находимся на серверах верхней части экрана ваши данные введены корректно или фамилия имеется ввиду да отлично по регламенту компании мне необходимо буквально два вопроса вам задать ваш полный возраст на данный момент могу узнать 43 года 43 вы резидент арэф правильно да конечно окей возле ваших данных расположен баланс он у вас мультивалютного типа то есть вы можете три валюты содержать рубли доллары евро да в принципе самое главное каким образом производится снятие нажимаете меню верхний правый угол вывод четвертый пункт есть все операции производится только понятное дело при помощи банка да вам необходимо выбрать валюту в которую вы хотите получить перевод ввести сумму нажать создать ввести реквизитов карты да далее работают технологии 3d security вам будет отправлен код с описанием операции да александр вы с такого-то вашего счета на такую-то карту такого-то банка совершаете операцию если все корректно подтверждаете единоразовым кодом который действует 30 секунд да зачтение производится буквально в течение минуты там же в меню находится смена вашего пароля и самое главное для вас ну неважно какой опыт у вас в этой сфере познания и так далее коммуникация это самое главное поэтому если нужно каким-либо образом связаться уточнить имеется круглосуточная служба поддержки со мной можете по телефону который отобразился на экране коммуницировать либо же в меню у вас имеется сообщение вашему менеджеру либо брокеру зависит от перевода вашего устройства вот к примеру вам написал сообщение привет появилось у вас на экране да 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 все появилось да что касается работы непосредственно формировать вам инвест портфель и уже более углубленно там суть данного проекта вам уже будет другой менеджер соответственно доносить информацию которая необходима я аккаунт менеджер моя задача с вами связаться донести суть сотрудничества озвучить условия если вас в принципе все устраивает приступаем к работе если нет это дело ваше ну да вроде все устраивает то есть самый минимум это 9 700 вот с этой суммы вы можете поработать и посмотреть результат то что результат финансовой отрасли это самое главное то есть поработали посмотрели подходит дальше развиваете счет можете реинвест делать обратный на счет то есть прибыль оставлять и соответственно наращивать капитал либо хоть каждый день снимать то есть в принципе дело ваше в принципе вас устраивает 9 700 в качестве оборотного капитала для старта работы но это даже маловато что я тут прикуплю на 9 700 9 700 100 долларов 130 смотрите александра дело в том что я вам рекомендую минимум чтобы посмотрели результаты формат работы я зашел у вас акции к примеру тут же идет тоже google не куплю фейсбук не куплю apple не куплю microsoft не куплю intel куплю возможно но ни о чем александр смотрите мы первоначальный этап сотрудничества с компанией да вы должны посмотреть структуру непосредственно работы и те результаты которые вам будут поступать вот это самое главное поступят если я почти ничего на эти деньги не куплю мало того что сейчас вообще рынок сложный попробуй найди еще те акции которые будут сейчас работать и идти вверх так я еще должен буду проходить очень жесткую какую-то дифференциацию купить одну одну акцию свою ждать пока она вырос две акции по 50 долларов какая-то сумма вы скажите тогда как вам было бы комфортно мой совет поработайте там небольшой срок дальше захотите видите надобность там увеличивайте меньше чем тысяч 150 заводить смысл хотя бы тысячи две долларов закинуть смотреть потому что что-то купить а так сидеть и не ждать пока с акции 9700 на накапать мне 100 рублей и радоваться хорошо давайте я вам предложу тогда такой вариант смотрите мы тогда откроем вот с минимума произведем минимальное пополнение да дальше свяжется менеджер компании он вас ориентирует что куда и как я думаю вы на чем-то общем с этим зачем мне сейчас пополнять минимально если надо сразу пополнить по максимуму ну зачем я сейчас буду дергаться проверять пополнится не пополнится так если у вас платежная система отваженная то что пополнится ну смотрите поскольку вы оставляли заявки в разных компаниях обращались самое главное не пополнение проверить а снятие вот именно я именно поэтому вам говорю что вот с минимума снимите посмотрите вот и все что я должен протестировать как вашу компанию завести деньги и можно ли их снять да 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 вот вот и все то есть это это скажем так мой вам ну так это я тестировать буду не 9 800 можно 2 рубля завести хотите я 2 рубля переведу нет вот именно понимаете вы я не могу понять ваше просто дело в том что позицию я вам просто рекомендую вот минимум то есть это моя задача чтобы человек увидел формат работы отдали отталкиваться давайте так котлеты отдельно мухи если мы начинаем работать то с 9 700 на рынке делать нечего если надо заводить туда хотя бы 1000 2 если мы хотим протестировать можно ли завести лим и можно ли у вас вообще что-то от вас вывести для этого 2 рублей до 100 чем мы занимаемся честно вы меня немножко задачи что-то пошло не так да да что-то пошло не тогда именно конкретно по поводу этого ну принципе это дело ваше вы мне подскажите какой банк платежная система либо кошелек я не знаю чего вы хотите работать в банке разные из платежки я так понимаю это вопрос не критичные джентльмены работают со всеми потюшку я еще не видел ну так тогда не знаю может может быть это может мастер определюсь по ходу какой банк у вас именно у меня несколько банкова что это изменит не совсем для комфорта ну то есть вы втб банком например пользуетесь он более комфортно для работы я его не люблю но им пользуюсь мне не совсем понятно вы хотите как у вас платежная система она еще привередлива в отношении банков нет она не привередлива просто каждый банк по-своему работает именно на моей практике лучше всего в что касается операций скорости обработки показывает себя именно тиньков и также втб банк вот это два лучших банка который я встречал мы также еще райфайзер вот и все значение абсолютно не имеет какой у вас банк какая карта да просто по желанию любой банк можете использовать собственно говоря работает не банк работает виста либо мастер и все вот эти переводы с банка на банк идут именно через банк и естественно банковский формат включается тогда когда хотят попарнуть и не дарь перевод там банк может показать свой случай заблокировать а так работает вся процедура перевода найдет по логике по скрипту платежной системы в данном случае вистали мастеркаш так что какой банк там слава ванс от свист переводов ну свист это все таки же немножко другую я вас понял ну давайте тогда так вы в кабинете находится правильно вас понимать нет я вышел из дома хорошо в принципе вы мне скажите вы готовы на данный момент приступить к работе летних чтобы я понимал а уже самое время мы сейчас что будем тестировать я так и не понял мы работе вот сама работа с прицелом на покупку акций или что мы вы да 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 то я просто если вы меня просто немножко запутали смотрите я хочу узнать ваши намерения чего вы хотите да то что хочу я это неважно понимаете клиента вы ну я пока смотрю что у меня можете предложить какова логика ваша логика как должны развиваться события вот я не предложили пополнить надеюсь я задам вопроса что с таким нищебродким счетом буду делать вообще на рынке американских акций то не возьми как как это там и как диабетик в кондитерской смотрите интересные аналогии именно конкретно я аккаунт менеджер я не человек который будет с вами непосредственно заниматься процессом работы понимаете своя задача чтобы вы поработали с минимальной суммы вы увидели сам процесс работы результаты и проверили снятие что как все происходит если вам все нравится вы дальше уже обсуждаем более серьезно жаре да именно так это происходит понимаете вот так я думаю что если вы советуете мне собственно вот такую сумму ответить на мой вопрос почему именно это и на то серьезные вопросы встречи немножко ответить на вопрос не может что-то да мне надо не кидаться помогу пополнять а дождаться того кто собственно будет не планировать мою стратегию он придет и скажет на пополняли что я вам вообще дам и это опять отдел входных дверей опять что-то напутал а нам тут разгребай дано зачем это жизнь как метод снова ну еще и потом не рассматривайте саш не рассматривайте всех хуху там компании с которыми работали вам там что-то предлагали нет действием процедура немножко другая да просто я еще раз вам повторюсь я не там аналитик какой-то либо что-то в этом роде я аккаунт менеджер задача которого вас подготовить чтобы вы работали смотрели результаты а дальше мы от чего-то отталкивались от какого-то фундамента понимаете вот и все а дальше вам именно будет сказано на что вы рассчитываете какой вы хотите результат получить и в зависимости от ваших пожеланий уже формируется именно таки 6 статегия работ сразу я не прав я вообще не могу понять в чем проблем всегда вот в александр истомин да да совершенно верно вот в ту эпоху истории человечества которая была до звонка александра истомина мне была проблема если переводят меньше денег чем нужно все старались что перевели большего железобойства все побежали инвестировать надо деньги деньги еще теперь я почему-то не могу добиться чтобы мне разрешены больше денег с каких пор у брокерских организаций существуют ну потолок сначала переводить 9 700 потом еще доводить потом оказывается надо еще протестировать могу ли я снять потом я не совсем ему поняли а что за проблема у вас принять сразу 150 проблемой никакой нету как вы хотите вот вы можете войти открыть терминал и все сделать это не проблема вот и все давайте как хотите без вопросов как вы скажете то есть вопросов абсолютно никаких нету понимаете в этом плане я вам конкретно советую вы решаете сами как вам быть понимаете хотите 150 хотите миллион хотите значение не имеет от слова совсем понимаете вот и все поэтому если вы готовы то есть нужно просто уточнить платежную систему просто нажать к пополнить счет открыть терминал написать ту сумму которую вы хотите совершить операцию все проблем никаких нету вот какая-то компания загадка ну давайте теперь надо уточнять платежную систему вот проплачиваю к примеру алиэкспресс не надо уточнять она сама определить просто номер карты забиваешь а платежная система умная она сама подстраивается хоть под мастер хоть American Express хоть то что хочет у вас надо уточнить платежную систему почему вы можете самолично открыть и написать все что вы хотите любая платежная система поддерживается так хорошо дополнить счет терминал номер один два три четыре биткоин инвойс банкин войс номер пять давайте банкин 8 не так интересно введите сумму в рублях вам нужно вам нужно терминал выбрать под номером один а через банк банковский инвойс это будет долго это будет на протяжении трех дней банкин войс то имеется ввиду банковский перевод смотрите очень интересно я да я примерно знаешь что какой инвойс пополнить счет захожу выбираю банк банкин войс ввожу сумму 150 тысяч мне исполнилось 18 лет нажимаю я знакомен и называю оплатить моментально меняется содержание страницы словарь параметров содержимого сервера рор и аппликаешь им словарь параметров содержит запись с значением 0 ну для параметра и mount и по системам 32 не допущаешь недопускающего ну хорошо то есть ему не нравится мои нули давайте я попробую давайте попробую нули нету так пополнить счет банкин вы выбрали 5 нужно выбрать вот выберите получается первый терминал то есть если есть какой-то ноль то ваша платежка тупо не воспринимает туда и выбивает с я вел 5 все пятерки 5 пятерок то она позволяет мне не вычислить да 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 и вытвечивается карта ну хорошо да я понял забавно конечно платежка как в принципе все ваши компании давайте компания должны быть я понимаю давайте терминал номер один а что значит терминал чем терминала включается терминала 2 разные платежные системы разные банки каждый по-своему работает есть банки зарубежного типа например шведбанк со своей системой авторизации подтверждения платежей например то то есть у нас например идет подтверждение при помощи там смс хода подтверждения да то есть технологии 3d security да в немецком банке есть pin и chiptan да то есть подтверждение операции да в швейцарских банках имеется подтверждение при помощи специального калькулятора который генерирует подтверждение операции да то есть зависимости от этого и предоставлен большой перечень терминалов для удобства совершения пополнения счета вот и все я я понял то что вы мне хотите сказать нету желания разбираться с этим оспаривать но хорошо вот я увожу терминал номер один и опишите необходимую сумму да так но я опять у меня нулев ввиду 149 тысяч 999 оплатить лимит превышен хорошо 14 тысяч 999 оплатить лимит превышен они так смотрите что то что то у вас открылась дальше да к платья и заведена какая-то карта карта это это имеется ввиду для примера вам чтобы вы понимали что я должен заполнять водить на водить номер а там на который просит нажимаете оплатить дальше я даже ввожу все данные карты срок действия все весе и нажимаю оплатить тогда если вы все ввели корректно вы будете видеть платежку вашего банка и код подтверждения мне предлагается перевести куда-то день сделать перевод на ваш счет платежки будет это указано куда взялся у меня счет что это за счет ну мы же вот только что были вы это все видели это счет ваш сегрегированная ячейка для работы но где находится эти деньги еще раз не будут находиться эти деньги ну где находится деньги вообще в банке понятное дело вот и все то есть обслуживанием счетов занимается банк каком конкретно банки находится ну да ну вы в при первом нашем с вами диалоге вы задали газ задали вопрос там написано внизу какой банк вы же раньше был налоговиком и собственно это вот его почерк налоговой чувствуется некоторых его действия сейчас попробую куда-то чего-то переведи непонятно куда потом замучаясь доказывает что ты не спонсируешь террористов мне необходимы какие-то данные этого первых по моему счету банковские 20 во вторых я не совсем понял но я переведу а какие я буду иметь юридические гарантии того что просто мои деньги не канут неизвестно но еще с вами вы предлагаете мне перевести но собственно говоря счет не верифицирован аккаунт не верифицирован ни паспорта нету не фотографии не ничего либо подобного и во вторых мы еще с вами не заключали никакого соглашения о брукерском обслуживании присоединение договора присоединения немного странновато я прошу прощения дайте сказать немножко вы при регистрации подписывали так называемый договор оферт это предварительное соглашение условий компании да вы давали согласие на обработку ваших данных и давали согласие на создание данного счета да момент регистрации это было все прописано вы могли бы просто нажать это все просмотреть это первое во вторых уже после проведения процедуры пополнения счета вам предоставляется документ где описывается да с какой суммы вы начали какого числа и те же данные которые вы собственно подписывали в момент вашей регистрации да в третьих я являюсь аккаунт-менеджером я не имею доступа к вашим там данным понимаете там щитам так далее это вы уже будете обсуждать в процессе работы там все информация будет видна до четвертых платежка вашего банка покажет куда поступает перевод и вы только затем делаете подтверждение я ответил на ваши вопросы нет конечно ну во первых собственно говоря вот вся договорная часть подписывается до перевода денег потому что деньги должны переводиться на основании какой-то договорной часть то что мне выдастся чего-то там после это лирика в общем физика требует то что физика требует юридического договора но это первое я могу много чего надиктовать вы мне вот скажите что вы думаете поэтому я вам принципе свою позицию озвучил по данному поводу рассказал как здесь ведется процедура понимаете это так как должно быть я не являюсь всего лишь менеджером компании я ради вас не в состоянии сменить да я понимаю поэтому если вам это подходит мы приступайте к работе если нет вам достаточно об этом сказать и мы просто но не уклоним дома но тут вопрос еще один у меня много вопросов и вот один они все очень важны вот я написал александра все но дело в том что счета создаются не на основании имени и фамилии для идентификации личности этого просто недостаточно есть еще отчество есть еще год дата рождения есть еще паспорт то вы кем выдан номер выдавшего устройства то есть вот этим вот таким образом однозначно идентифицируется лично александра усёминых вагон и маленькая тележка как понять кому будет принадлежать мне или другому александра усёну двойном участке скажите пожалуйста как создаются счета в киви банке это тоже киви банку есть карточка совесть есть киви кошелек платежная система это тоже банк да скажите какие данные нужны для того чтобы счет в киви банке создать элементарный кошелек создать идентификация идет сюда по номеру телефон но . да но карточка номер телефона она все равно все все равно зарегистрирована при помощи паспорта то есть косвенно кто создал счет по такому на такой-то телефон косвенно узнать может и там есть ограничение вот до 15 тысяч по этим данных могут пропадать по данным вашим вы можете создать счет то есть ваш вопрос заключался в том как счет создан бедя вот подобные данные да я вам объясню на примере киви банка как отняка он дает больше чем если я хочу держать там больше чем 15000 я должен пройти полную верификацию до при помощи госуслуг либо ввести данные да то есть если я захочу у вас держать на счету больше денег а я хочу прям щас завести туда больше денег сразу мне надо проходить какую-то верификацию то есть это степень верифицированности счета которая есть на сегодняшний момент она не подходит почему я спрашиваю и собственно говоря договор подписывается договорное соглашение оно должно быть подписано не только мною но и вами не только подпись будет в случае чего это нас будут какие-то судебные разбирательства только подпись будет может заставить организацию признать что набрала на себя какие-то обязательства в отношении меня допустим не красть мои деньги не передавай там левом пустом мои танцы ну и прощение как счет в деньков инвестициях создается расскажите я расскажу вы наверняка и сами знаете что я связываюсь заявление пишу что я хочу открыть счет уже тогда когда приезжает представитель с папкой и бумажкой мы с ним сидим в укромном месте создаем счет я пишу заявление мне подписывается от имени компании подписывается договор то есть подпись компании все-таки существует это это онлайн можно сделать скажите полностью онлайн нет потому что нужна моя мокрая подпись и нужна подпись руководителя подразделения компании хорошо помимо физической подписи вы слышали что-либо о цифровой подписи которую можно там генерировать даже в вашем банке под ваш айпэн где ваши данные при помощи которых вы собственно карту получили ну есть такое понятие как цифровая подпись но это не собственно цифровая подпись цифровая подпись там используются электронные ключи а то что там пальчиком по ипеду повозюкать такое есть ну вот я не знаю в приватбанке такое есть а вот в тинькове такое нет не помню по крайней мере что такое было там используется подпись но так или иначе даже если она была то есть это подпись графологическая экспертиза может определить что это моя там моей моей рукой моим пальцем двигает и усом здесь вообще я не ничего не подписавший под поставивши какую-то галочку по галочке нельзя будет определить что я подписал и самое главное нету вашей подпись что я предъявлю судье абсолютно правой но я повторюсь вам я принципе корректно абсолютно вам информацию донес по поводу формата работы то есть я не придумываю условия то есть я вам озвучил если партнер же вам подходит выработать но ведь такой формат он же не может быть не может существовать он лежит вне законодательного пуля вы себя представляете я перевожу деньги я ничем не защищен вы что хотите с этими деньгами то и делает я кстати попробовать сейчас вам с другого телефона перезвонить вот и его соперник пробить другого телефона ваш номер у вас таки телефоне ну да ну да со мной можно поэтому телефону не отвечает на эти телефоны на сайте есть контакты я вам близки все предоставлял и поэтому телефону александр поймите правильно вы просто на ночь очень много читаете таких сервисов интересных как склодер наверняка либо кредитный юрист нет абсолютно не сложно но в принципе вы просто очень много подобных сервисов и порталов как финсайт просматриваете дали гуани символу привет если что да вот и поэтому у вас такое впечатление сложилось вот вот и все и вы задаете подобного характера вопроса вот и все некоторые материалы я еще и сам не пишу сами пишите да ну я в принципе это понял абсолютно то есть еще на пятой минуте нашего с вами разговора мне просто было интересно какие вопросы вы зададите да ну действительно грамотные то есть можете в дальнейшем продолжать вашу деятельность да но дело в том что вы держите в уме то что было с олегом анисимом в 2019 году я думаю вы знаете еще раз вообще без понятия что с ним было напишите олег анисимов 2019 год это выход из магазина то ли супермаркета там принципе название и не помню но можете написать в интернете вам всю информацию будет там и чем-то так судя по ну вы вы посмотрите просто информацию в общем диалог завершить всего хорошего а Субтитры создавал DimaTorzok